Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Это изречение как нельзя лучше подходит к Марату Гидиеву, дирижеру камерного оркестра Карачаева Черкесии. Судите сами, ведь ему подвластны одновременно фортепиано, виолончель, гитара и дирижерская палочка. При этом есть еще одна профессиональная стезя, на которой он усердно трудится. Марат художественный руководитель оркестра. Как руководитель, он довольно лояльный руководитель. И он умеет получить от музыкантов, скажем так, добрым словом и хорошим отношением то, что ему нужно. И он без преувеличения пользуется уважением в коллективе, несмотря на то, что у нас есть музыканты, которые намного старше него и в какой-то степени были его педагогами. Поэтому я думаю, что в этом отношении он вполне успешен. Молодой, но уже успевший завоевать любовь и уважение подопечных. Так отзываются о Марате Гидиеве коллеги по цеху. Его подопечные все как один отмечают исключительную способность Марата грамотно и доступно доносить материал, что является важной составляющей успеха любого творческого коллектива. Особенно, если учесть, что более 15 лет в нашей республике не было оркестра. И вот свершилось. Камерный оркестр теперь не только есть, но и успешно выступает под началом талантливого руководителя. Марат Гидиев, он обладает достаточными навыками, чтобы донести музыкантам, участникам оркестра, все то, что требуется от музыкального произведения. Ну и в конце концов, он руководитель, его нельзя не слушаться. Мечтавший в детстве стать врачом Марат Гидиев в музыкальную школу попал совершенно случайно. На отчетном концерте своих сестер в его душе что-то перевернулось и с тех пор не дает ему покоя. Ну а сейчас у него большие планы – не только добиться признания и славы со своим оркестром, но и быть полезным своему народу. У меня есть такая вот мечта – возродить, можно даже так сказать, перезаписать все национальные старинные мелодии Северного Кавказа, которые забыты сейчас. Не то, что вот их играют в данной национальной гармонике, там, народными инструментами, но вот именно перезаписать их в исполнении оркестра. Надеюсь, симфонического в скором времени. Хочется верить, что не за горами появление первого на Кавказе сборника этно-аутентичных композиций, чтобы каждый их слушатель смог прочувствовать сердцем некогда забытой мелодии своих предков. Ведь музыка вечна, как и история в ней. Анна Гончаренко, Айвар Барануков, Архиз-24 Северного Кавказа